приветствую друзья сегодня у нас с вами очередной мастер-кластер и тест-драйв в ходе которого я хочу вам продемонстрировать один необычный девайс от компании arwand это шаблон для установки направляющих при помощи этого шаблона можно устанавливать самые разнообразные направляющие это шариковые роликовые скрытого монтажа ящичные системы такие как blue хейтер грас бояр и других производителей ящичных систем все это можно устанавливать при помощи вот такого вот универсального шаблона а теперь я вам постараюсь объяснить новую логику установки направляющих используя вот такой вот шаблон значит прежде чем я начну объяснение хочу вспомнить классический способ как обычно мебельщики поступают когда им необходимо разметить высоту установки направляющих но представим что это стойка и нам необходимо установить две направляющие одну вниз вторую посередине ну на этой стойке будет два ящика значит как мы размещаем высоту первой нижней направляющей но здесь все очевидно отступаем от края какое-то расстояние чертим линию на эту линию прикладываем направляющие ну и прикручиваем ее сразу же а как мы будем рассчитывать высоту установки второй направляющей обычно высота установки 2 направляющие у нас зависит от высоты нижнего фасада поэтому нам необходимо ну либо померить высоту фасада либо заглянуть в эскиз и произвести кое-какие расчеты используя рулетку калькулятор но кто-то может в уме это считает в общем результат этих расчетов у нас фиксируется в виде линии и мы потом прикладываем направляющую и соответственно ее прикручиваем если у нас несколько ящиков 3 4 5 ящиков соответственно мы должны повторить эту разметку несколько раз но если мы будем использовать вот этот вот шаблон мы имеем с вами возможность ничего не рассчитывать мы можем без калькулятора и без рулетки очень качественно установить направляющие именно по высоте и размер высота фасада она не будет иметь никакого значения теперь давайте я вам покажу принцип каким образом это можно осуществить при помощи этого шаблона иначе смотрите вот у меня стойка она лежит на боку на нее вот так вот будет устанавливаться направляющие это у нас не стойки прикладываем шаблон обратите внимание на шаблоне у нас есть три ряда отверстий нижний на расстоянии 23 миллиметра средний на расстоянии 32 миллиметра и верхний на расстоянии 40 миллиметров от низа значит эти отверстия нам необходимы для того чтобы мы с вами могли приложить направляющие визуально определиться с местом установки этой направляющей если у нас например будет тумба с накладными фасадами нам необходимо установить направляющие так чтобы она немножечко уходила вглубь относительно края стойки и мы с вами можем увидеть отверстия на которые необходимо закрепить эту направляющую также мы можем с вами еще двигать направляющую вверх вниз направляющие разные бывают шариковые роликовые в общем этот шаблон универсальный поэтому у нас есть возможность крепить направляющие на разной высоте в данном случае нам нужна высота верхнего ряда отверстий вот таким вот образом укладываем направляющую и значит еще какой момент это вот в данном случае у меня направляющие push up поэтому фасады здесь в данном случае у меня будут в данной тумбе вкладные следовательно чтобы сделать вкладные фасады нам необходимо эту направляющую утопить относительно переднего края стойки вот таким вот образом я укладываю направляющую смотрю сколько у меня здесь миллиметров от края здесь у меня получается 22 миллиметра учитывая что направляющие еще имеет 5 миллиметров хода то есть фасад фактически будет находиться здесь 22 минус 5 где-то 17 миллиметров у меня будет расстояние от начала фасада до края а фасад у меня будет толщиной 16 миллиметров поэтому меня эта позиция устраивает значит теперь чтобы не перепутать будущем вот эти вот отверстия на которые необходимо закрепить направляющие я эти отверстия вот так вот обрисовываю карандашом отверстий много чтобы нам не перепутать сам шаблон из текстолита изготовлен поэтому чтобы стереть эти отметки можете воспользоваться мокрой тряпкой или ластиком и так теперь когда мы знаем места установки направляющих мы можем просто отметить керном эти отверстия ну или отметить карандашом вот таким образом мы установим направляющий как теперь вычислить высоту установки второго ряда направляющий обычно для этих целей как я говорил ранее мы использовали рулетку рассчитывали все на калькуляторе теперь же имея шаблон ничего рассчитывать не надо нам достаточно взять фасад который мы будем устанавливать внизу и уложить его таким образом как указано у нас в нашем эскизе значит вот здесь вот в эскизе указано что фасад будет находиться на высоте 3 миллиметра от низа тумбы вот так вот укладываем фасад чтобы внизу у нас тут был зазор 3 миллиметра и теперь нам необходимо только поставить отметку верхней части фасада отмечаем это у нас получилось верхняя граница фасада теперь нам достаточно совместить край шаблона с этой отметкой и мы с вами получаем разметку на установку второй направляющий вот так вот быстро и просто если в нашем скажем изделии будет например 5 фасадов 6 фасадов сколько угодно тумбы любого размера разные фасады вам что нужно сделать вам нужно положить стойку на эту стойку уложить вот таким вот образом эти все фасады с необходимыми отступами между фасадами и между стойками вот вот так вот уложите и поставить отметки на стойке вот сколько будет фасадов столько отметок и поставить а затем убираете фасады у вас есть отметки прикладывайте шаблон и по шаблону отмечаете все необходимое отверстие и таким образом размещаете и устанавливаете направляющие просто дать согласитесь ничего считать не надо просто прикладывай и отмечай с тумбочками разобрались теперь давайте возьмем для расчета нестандартный вариант вот у нас предположим вот такой вот пенал у него посередине два выкатных ящика как рассчитать высоту установки направляющих для этих ящиков не используя не рулетку не калькулятор значит принцип точно такой же вы укладываете на стойку сначала нижний фасад с отступами снизу и сверху с необходимыми до которые у вас будут на эскизе изображены дальше отмечаете верхнюю точку вот этого фасада делаете отметку к ней прикладывайте шаблон и у вас уже будет разметка для высоты установки направляющих для этого ящика то же самое делаете для этого ящика делайте здесь отметку и устанавливаете направляющую по шаблону еще раз вернуть к шаблону значит обращаю ваше внимание на то что у него очень большое количество различных отверстий эти отверстия вам понадобятся для установки самых разнообразных направляющих шариковых роликовых скрытого монтажа и прочих с разными длинами поэтому на нем такое количество отверстий чтобы вы смогли его использовать везде ну а теперь я соберу тумбу и покажу вам конечный результат что получится потому что с теорией мы с вами разобрались так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, подведем итог. При помощи этого кондуктора за несколько минут я разметил высоту установки направляющих на эту тумбу. При этом я не пользовался рулеткой, я не пользовался никакими расчетами, не использовал калькулятор. Просто приложил шаблон и установил ящики. Значит, после установки ящиков я проверяю их работу. Работа их изумительная. Все открывается, все закрывается. Высота установки направляющих вот по этой части всего 10 миллиметров, как по верху, так и по низу. Абсолютно одинаково установлены направляющие. Посмотрите поближе, как это выглядит. Если бы, например, вы устанавливали ящики одинакового размера, в моем случае это были ящики разной высоты. А если бы вы делали ящики одинакового размера, то тогда эти ящики после установки при помощи вот этого шаблона будут взаимозаменяемые. То есть, вы сможете, установив фасады на эти ящики, ну, например, верхний ящик, потом поставить третьим ящиком, третий ящик первым ящиком. И, в общем, при транспортировке, например, при сборке этой тумбы с одинаковыми фасадами вы можете их менять местами. На этом сегодняшний тест-драйв подошел к концу. Если вам понравился этот мастер-класс, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал. Ну, а ссылку, где приобрести этот шаблон для установки направляющих, вы увидите внизу под этим видео. До свидания!